Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Глава первая. Начинаем свой бизнес. Итак, вы решили, что хотите свою жизнь посвятить бизнесу и открыть свое дело. Не знаете, с чего начать? Что делать и кому доверять? На многие вопросы вы найдете ответы в нашей аудиокниге. Сейчас мы расскажем, что вас ждет на пути к успеху. Для начала необходимо определиться с тем, в какой сфере деятельности вы хотите открыть свой бизнес. Вам необходимо выбрать именно то, в чем вы хорошо разбираетесь. Став владельцем бизнеса, вы будете продолжать учиться и познавать тонкости и нюансы. Поэтому, чем больше вы разбираетесь в вопросе, тем больше шансов на успех. Стартовать можно по-разному. Например, обратиться к государственным программам поддержки предпринимателей. В таких программах предлагаются гранты, льготы на аренду помещений, покупку оргтехники. Более подробно можно узнать в органах местного самоуправления вашего города. Начать бизнес самостоятельно тоже можно. Но тогда вам потребуется вложение хотя бы минимальное. Точный размер вложений зависит от бизнеса, который вы планируете. Можно найти собственный капитал или обратиться к инвесторам с предложением о сотрудничестве. Если ваша идея покажется интересной, то можете рассчитывать на инвесторскую поддержку. В крайнем случае, можно обратиться в банк за кредитом. Можно также и купить готовый бизнес. Это и проще, и сложнее одновременно. Нужно очень тщательно подходить к выбору объекта покупки. Ведь чаще всего хороший бизнес, реально приносящий прибыль, продавать не станут. Зато есть интересные варианты покупки франшизы. Какой бы способ вы не выбрали, необходимо обязательно составить бизнес-план. Благодаря грамотно составленному плану, банк сможет оценить риск и успех вашего будущего дела. И решить, выдавать вам кредит для старта или нет. Компании-инвесторы также будут заинтересованы в хорошем и подробном бизнес-плане. Ибо будут знать, во что вкладывают деньги. И насколько это им будет выгодно. Бизнес-план поможет и лично вам понять, как быстро окупятся вложения, каковы будут первоначальные затраты, сколько вы будете тратить и зарабатывать ежемесячно. Когда же вы четко определились с тем, как будете начинать и составили бизнес-план, необходимо задуматься над организационно-правовой формой вашего бизнеса. То есть, будет ли это общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство? Напомним, что ведение коммерческой деятельности на территории России без государственной регистрации невозможно. Далее мы рассмотрим вопросы, связанные с регистрацией этих двух форм бизнеса. Различия при регистрации ООО и ИП Что же такое ООО? В обществе с ограниченной ответственностью, управление делами находится под контролем или собрания участников, или какого-либо исполнительного органа. Ответственность же, члены ООО несут только в размере уставного капитала, который они внесли для вступления в ООО. Для малого бизнеса это от 10 тысяч рублей. В свою очередь, индивидуальное предпринимательство возлагает всю ответственность за деятельность на владельца, который в худшем случае должен будет погашать долги личным имуществом. Прежде чем регистрировать ООО, необходимо придумать название фирмы. Название может быть на русском или и на... Сэмпл комплит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова